Информация о смартфонах Google Pixel 2 и Galaxy Note 8, а также видео нового айфона и новый смартфон от BQ. Ну а с вами я Макс, всем привет! И сегодня у нас 26 июня. Просочились в сеть характеристики Google Pixel 2. На данный момент известно, что в разработке находятся два смартфона. Первый смартфон имеет 5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, а внешне мало чем будет отличаться от нынешнего поколения Pixel. Второй же смартфон будет больше по размеру и получит дисплей 6 дюймов с OLED-матрицей и разрешением 1440p. Также внешне он будет отличаться и получит тонкие рамки по всем сторонам, как в новом Samsung. По начинке оба смартфона будут иметь процессор Snapdragon 835 и полагается, что смартфоны лишатся 3,5-миллиметрового аудиоразъема в пользу стереодинамиков. Кроме этого в смартфонах будет лишь один модуль камеры. Смартпэд Samsung Galaxy Note 8 станет самым дорогим. Компания Samsung уже сообщили своим партнерам об оценке смартфона в 1000 евро. Инсайдеры сообщают, что старт продаж намечен на конец сентября и показать смартфон должны уже в ходе выставки EFA 2017 в Берлине, которая начнется 1 сентября. По начинке сегодня известно, что процессором станет QCOM Snapdragon 835, либо Exynos 8895. Вероятно оба процессора будут в смартпэде, но для разных регионов. Размеры дисплея составят 6,3 дюйма, а камера будет двойная по 12 мегапикселей с оптической стабилизацией. Появилось первое видео юбилейного айфона. На видео показан концепт устройства, который создал пользователь, исходя из слухов и утечек из сети. Также если верить слухам, то данный образец полностью им совпадает. Также заметно, при сравнении его с нынешним айфоном он выглядит меньше, но также и толстовато, что для айфонов как-то необычно в наше время. Также напомню, сегодня предполагается, что данный смартфон должен получить безрамочный OLED дисплей со встроенным в него сканером отпечатков пальцев и двойной тыльной камерой. Новый смартфон BQ Strike поступил в продажу в русские магазины. Данная новинка сегодня стоит всего 6000 рублей и имеет хорошую начинку для данной цены. Процессор Mediatek MT6737, 1 гигабайт оперативной памяти и 8 гигабайт встроенной памяти. Также поддерживает карты памяти до 64 гигабайт. Дисплей 5 дюймов с разрешением HD камеры на 13 и 8 мегапикселей. Также смартфон поддерживает 4G, аккумулятор на 2500 мА, а также имеет поддержку свежего андроида 7.0. И у смартфона алюминиевый корпус. На данный момент смартфон как внешний, так и по начинке стоит своих денег, но не более. Ну а на этом все, спасибо за просмотр. Ну а также если нужна помощь в выборе техники, либо смартфону, пишите в группу ВКонтакте, либо под данным видео. Удачи и пока!